здравствуйте дорогие друзья с вами екатерина волкова акушер гинеколог я рада вас вновь приветствовать на моем канале о женском здоровье я уверена что вы подписались на мой канал и даже нажали колокольчик чтобы регулярно получать уведомления о новых роликах ну что ж сегодня мы с вами поговорим о прерванном половом акте хорошо это плохо ли какие есть зоны риска какая есть польза нужно ли ну что ж поехали ну что ж поговорим о том какая может быть польза от первого полового контакта ну во первых это бесплатно это всегда с собой и для этого не нужны какие-то особые условия вы всегда в любом месте можете этим методом воспользоваться второе метод не имеет противопоказаний и не имеет последствий что это значит гормональная контрацепция внутриматочная спираль даже презерватив могут иметь какие-то побочные реакции могут иметь противопоказания и например серьезные вещи назначаются врачом и должны быть проконтролированы в применении доктор например как гормональная контрацепция половой акт без проблем пожалуйста и никаких побочных эффектов не имеет третья польза это чувствительность обоих партнеров она действительно может снижаться в ситуации когда вы используете презерватив и может снижаться когда вы используете влагалищные свечи специальные которые обладают контрацептивным эффектом есть такие препараты все может быть а при первом половом акте все хорошо все полноценно и естественно но и для женщин у которых есть сухость влагалища прерванный полуакт может быть ну так скажем небольшим спасением быть более комфортным чем половой акт с презервативом потому что сам половой партнер может так скажем быть более приятным до чем облаченных презерватив поэтому польза до несравненно есть какой же есть вред опасность от прерванного полового контакта ну во-первых прерванный полуак нас не защищает от инфекции не от какой вы скажете наш душ и презерватив тоже нет всего защищает у меня на канале есть ролик кстати по этой теме о том отчего не защищает презерватив а не защищает у нас от вирусной инфекции а вот здесь мы вообще с вами беззащитно остаемся перед любой флорой это очевидный минус 2 очевидный минус опасность это неэффективность прерванного полового акта как методы контрацепции метод контрацепции сомнительный потому что примерно 56 женщин из 100 забеременеют на прерванном половом контакте такое очень часто встречается поэтому нельзя этот метод рассматривать как базовый почему это происходит вроде бы как все техничные много лет происходило да и ничего не было страшно вдруг произошла осечка почему момент овуляции когда выходит зрелая яйцеклетка из разорвавшегося фолликула вот эта яйцеклеточка она живет в течение суток она способна к облодотворению в течение суток а сперматозоид на минутку по одним данным о четырех по другим данным до семи дней может сохранять свою жизнеспособность то есть у вас например четыре дня назад был половой контакт прерванный какой-то сперматозоид поселился расположился ваших половых путях отсиделся и момент когда у вас случилась эволюция полового контакта не было этот сперматозоид прибежал и совершил оплодотворение поэтому прерванный пологат даже в момент когда у вас не было полового контакта может быть опасен для будущих дней дам для дней эволюции поэтому да он может быть неэффективен следующая опасность которая очень часто ассоциирован с прервным полом актом это опасность для мужчины урологи считают что снижается тонус сосудов полового члена может привести компотенции может привести к гиперплазии предстательной железы то есть к проблемам к мужским есть такое мнение урологов возможно кто-то длительное время практикует эти методы ничего плохого не происходит столетия на самом деле метод практикуется поэтому все очень индивидуально наверняка есть какие-то подоплеки индивидуальные в этом случае ну и очевидный минус это невротизация обоих партнеров для женщины она не может контролировать этот метод контрацепции если она знает что она приняла таблетку или партнер использует презерватив она спокойно она может расслабиться и получать удовольствие в этом случае от ее действий ничего совершенно не зависит она ждет просто чем это все закончится поэтому она может переживать действительно партнер тоже переживает правда если это особенно середина менструального цикла или это партнерша новая ну конечно же он будет переживать о том чтобы успеть чтобы успеть технично завершить этот процесс поэтому очевидные минусы делают этот метод не первостепенным и абсолютно небезопасным для любой пары поэтому индивидуально подобранный подходящий конкретно вам метод контрацепции будет гораздо эффективнее чем прерванный половой акт да прерванный половой акт может использован партнерами которые не боятся беременности они откладывают сейчас возможно этот вариант они не хотят пока становиться родителями но если это произойдет они будут рады и согласятся с этой волей правда но если вы совершенно не готовы к родительству и вы обязательно должны предохраняться этот метод напоминаю может быть неэффективен в 5 процентах случаев из 100 если у вас остались вопросы по этой теме или по другим темам не касающихся прерванный половой акта обязательно задайте их в комментариях к этому видео если вам нужна моя помощь вы можете в комментариях оставить свои вопросы можете обратиться на дистанционную консультацию контакты есть в описании к этому видео мы и в ярославль в низыском центре гармония я всегда буду рада вас видеть подпишитесь на мой инстаграм здесь тоже много интересного пока пока